О том, что важно знать сегодня, расскажет команда информационного проекта «Наше время». Здравствуйте! Среди главных тем четверга такие. Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему и продолжает атаковать гражданские объекты. Чтобы защититься от путинского террора, Украине экстренно нужны системы «Патриот». Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы подписать очередное соглашение по безопасности. О чем еще будет договариваться президент Украины в Вильнюсе? Вы помогли нам с развитием нашего воздушного щита. И, конечно, мы будем говорить о противовоздушной обороне. Китай захватывает российский авторынок. Каждая вторая купленная в РФ машина заграничная. Ездить на автовазе уже никто не хочет. Премьер Японии пообещал решительную поддержку Украины и обратиться к Конгрессу США с требованием возобновить военную помощь Киеву. Подробности визитов Умио Кисиды в Соединенные Штаты. Я выразил нашу решимость продолжать строгие санкции против России и решительную поддержку Украины. Далее обо всем подробно. Россия продолжает энергетический террор Украины и атакует важные объекты критической инфраструктуры, в которых нуждается гражданское население. Так, после очередной массированной атаки захватчиков полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Из-за попаданий на станции вспыхнул масштабный пожар в турбинном цехе. Обошлось без пострадавших. Взрушений ужасающие. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден, мы с ним справимся. Андрей Гота, председатель наблюдательного совета Центрэнерго в комментарии Интерфакс Украина. Сегодня ночью Россия нанесла по Украине комбинированные удары ракетами разных типов и дронами. Из 82 воздушных целей силами ПВО удалось сбить 57. Комментируя атаку по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях Украины, президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на острые потребности страны в ПВО и призвал партнеров оказать необходимую оборонную поддержку. Также о помощи снова напомнил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИДа подчеркнул, системы Патриот необходимы Украине прямо сейчас. Украина остается единственной страной в мире, которая подвергается ударам баллистики. Сейчас Патриот не должны быть в другом месте. Я уверен, если бы те, от кого зависит предоставление этих систем Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. Я готов быть там вместе с ними. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, соцсети ИКС. Среди целей российской армии также был Николаев. В результате ракетной атаки 4 человека погибли, 5 пострадали. Повреждены жилые дома, промышленные объекты и гражданские автомобили. Кроме этого, оккупанты ударили по Харьковскому региону. Повреждена ТЭЦ, которая питает областной центр. Также в городе уничтожена трансформаторная подстанция, сообщил глава Харькова Терехов. Литва передаст Украине оборудование со своих неработающих ТЭС и АЭС для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом заявил министр энергетики Дайниус Крейвис в интервью литовскому телеканалу LRT. По его словам, донорами комплектующих и запасных частей станет Вильнюсская теплоэлектростанция, которую не эксплуатируют с 2016 года, а также Игнолинская АЭС, остановленная еще в 2009. Кроме этого, Вильнюс предоставит Киеву оборудование со складов литовских энергетических компаний и большой трансформатор на 30 кВт. Берлин продолжит поддержку Киева и ВСУ. Об этом во время визита в Запорожье заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Мартин Эгер. Он отметил, что, среди прочего, ФРГ помогает восстанавливать разрушенные российскими войсками объекты энергетики, а также жилые дома. В прифронтовом городе дипломат посетил стройплощадки, где благодаря немецкому финансированию отстраивают разрушенные путинскими ракетами многоэтажки. Мы только что посмотрели два дома, которые были уничтожены российской армией. Это свидетельствует о том, что Россия ведет войну против обычных людей. Это совершенно недопустимо. Также недопустимо и то, что Россия захватила большую часть территории области, и она должна их вернуть. Германия поддерживает Запорожье с 2014 года. Мы продолжаем эту поддержку, но сейчас уже в условиях войны. Мы поддерживаем в медицинской сфере, мы поддерживаем генераторами, и также мы будем поддерживать в восстановлении разрушенных домов. И, конечно, мы поддерживаем Украину на национальном уровне. Речь идет прежде всего о восстановлении энергетической сферы разрушенной российской армией. Они наравне с артиллерией и пехотой ведут борьбу с противником, находясь очень близко к линии фронта. Речь о боевых операторах БПЛА. Ударные беспилотники доказали свою эффективность в точечном нанесении урона российской пехоте и технике. Вместе с одним из экипажей FPV-дронов на боевые позиции выезжала и наша корреспондент Алена Грамова. Харьковская область. Купенское направление. Охотники с заназемными целями армии РФ выезжают на позиции. Говорят, добраться к месту работы – самый опасный и сложный процесс. За их передвижением наблюдают беспилотники противника. Мы ехали по полю, под посадкой его, и ворожий дрон летел нам на встречу. Мы его за зделегите увидели, и в последнюю секунду мы ушли от ударов. Он упал нам в бочину на другой машине. Правда, там только в окна полетали, но весь особый склад, который пребывал в автомобиле, был в безопасности. Полювали, да, вообще? С утра здесь вовсю гремит фронт. Звуки взрывов от работы украинских бойцов не отвлекают. На подготовку техники для боевых вылетов уходит не более пяти минут. В этой ударной команде двое бойцов – штурман и пилот. Вся коммуникация отработана до мелочей. Цели у операторов FPV разные. Это и российская техника, и блиндажи с пехотой. Недавно защитникам удалось подбить российский бронетранспортер. Пока ребята готовятся, есть возможность показать полуторакилограммовый снаряд именно таким. Не так давно нашим защитникам удалось подбить российский МТЛБ. Была цель, она была спонтанной, потому что она заехала в пехоту, быстро среагировали. Наш вылет был, мы вклалися в одну минуту. Там уже загорелась солярка, и были, скорее всего, боеприпасы, потому что они там начали стрелять. Детонация началась. Бойцы говорят, каждый удачный выезд и пораженная цель приближает Украину к победе. Когда подбили МТЛБ, жирная же цель, реакция такая была, динамичная. Она неимоверная, просто была реакция, хотелось еще и еще лететь, но мне нравится, как она горит. После выполненных боевых задач вновь опасная дорога назад. Защитники уже хорошо знакомы с ударами российской авиации и такой же охоты на них дронов противника. Мы пускаем один-два, другого, например, они пускают в 10 и больше. Украинские пилоты ударных FPV-дронов говорят, у противника также намного больше средств радиоэлектронной борьбы. Но боевым птичкам украинских пилотов удается преодолевать большие расстояния и наносить удар своим целям. Темам дня. Страны Северной Европы и Балтии поддерживают усиление роли НАТО в оказании военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём, сообщает Reuters. По словам главы шведского МИДа, 8 стран также поддерживают стремление Украины вступить в ЕС. Они договорились собрать группу экспертов, которая будет помогать Киеву в этом вопросе. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Триморья в Вильнюсе встретился с лидерами Румынии, Чехии, Польши, Литвы и Латвии. В центре внимания политиков тема российской агрессии и необходимость оборонной поддержки Киева. Среди главных итогов саммита стало подписание между Латвией и Украиной оборонного соглашения на 10 лет. Все подробности в нашем следующем материале. Четверть процента от ВВП именно столько Латвия обязалась ежегодно предоставлять Украине на военные нужды. Президенты Зеленский и Ренкевичис подписали десятилетнее соглашение о взаимных обязательствах в сфере обороны. В документе говорится о поставках оружия, киберзащите, разминировании и беспилотных технологиях. Я благодарю вас от имени всего нашего народа, всех украинцев, что вы с нами более двух лет. И, как сказал ваш президент, до победного дня. Для нас это очень важно. И большое спасибо, что вы стали первой страной Балтии, которая приняла решение подписать с нами соглашение по безопасности. Этот документ уже девятый, подписанный между Украиной и странами, которые нас поддерживают. Подписание знакового соглашения по безопасности состоялось на саммите Триморья в Вильнюсе, где президент Зеленский провел несколько высоких международных встреч. На переговорах с президентом Литвы Гетаносом Науседой глава украинского государства рассказал о последствиях российских ударов и проинформировал о потребности Украины в ПВО. Конечно, мы будем говорить о множестве разных инициатив, но вы знаете, все инициативы, когда они начинаются, начинаются очень громко. Важно завершить их с результатом для Украины, если мы говорим об инициативе 150-мм артиллерии и так далее. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли нам с развитием нашего воздушного щита. И, конечно, мы будем говорить о противовоздушной обороне, что очень важно. Для нас это самые большие вызовы современности. Для моей страны, народа Литвы, очень важно всеми силами поддерживать вас. Политическим, экономическим и, конечно же, военным путем. И мы стараемся аккумулировать и стимулировать наших партнеров не только в своевременном принятии необходимых решений, но и в их реализации. Особенно я говорю о поставках военной техники и боеприпасов. С президентом Чехии Петром Павелом Владимир Зеленский поделился информацией о состоянии энергетики страны после российских обстрелов. Также лидеры обсудили оперативную ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины. О сложной ситуации в украинских городах, особенно в Харькове, а также о нехватке средств ПВО Владимир Зеленский рассказал президенту Румынии Клаусу Йоханнесу, Венгрии Тама Шашуйока и своему польскому коллеге Анджию Дуде. В Вильнюсе глава украинского государства провел переговоры и с премьер-министром Греции Кириакасом Мицитакисом. Зеленский поблагодарил партнеров за стойкую поддержку Украины. Украинская делегация министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем посетила Словакию, где прошли межправительственные консультации. В ходе переговоров представители стран обсуждали двустороннее сотрудничество. Глава правительства Словакии Роберт Фитца на итоговой пресс-конференции пообещал большую помощь в разминировании, а также заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в ЕС. Говорили мы о сотрудничестве в военной сфере. Мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. Речь о конкретных разминирующих машинах. Мы хотим помогать и в обучении, и в подготовке персонала, который будет обслуживать такие машины. На коммерческой основе Словакия готова сотрудничать и в военной сфере. Конечно, благодарны партнерам Словакии за поддержку. Мы обсудили все это. Я, господина премьер-министра, ознакомил с ситуацией на земле, на поле боя, а также в нашей энергетической сфере. У нас тоже много планов по сотрудничеству. Договорились со словацкой стороной обработать как можно быстрее отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию. Работа в этом направлении идет. Европарламент отказался согласовывать финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые системы Патриот. Снять с повестки дня утверждение бюджета Европейского Совета предложил евродепутат, экс-премьер-министр Бельгии Гивер Ховстад. Это решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 парламентариев. Вы все видите, что за последние 20 дней количество российских атак на крупнейшие города Украины стремительно выросло. Под ударом госпиталей, электростанции, жилые дома. Мне кажется скандальным, что Европейский Совет, говоря, что открывает двери для Украины, в то же время даже не способен в такой неотложной ситуации решить вопрос и отправить определенное количество противоракетных систем в Украину. В общей сложности есть 100 таких систем. Они просят 7, чтобы защитить свои города. Украинские защитники уничтожили 5 танков и 7 бронемашин российской армии на восточном направлении. Также десантно-штурмовые войска показали кадры неудачных штурмов-захватчиков уже на Авдеевском направлении. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили две атаки российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб Вооруженных сил Украины. Россияне выискивают способы, чтобы добиться хотя бы крошечного результата. Уже несколько месяцев они пытаются штурмовать наши плацдармы. У них ничего не получается, кроме как терять свой личный состав. Минус 60% – это стабильный результат таких штурмов. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки, Луганской области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Клещиевки, Верхнекаменского, Ивановского и Уманского Донецкой области. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетному комплексу, артиллерийской системе и станции радиоэлектронной борьбы противника. Подразделения ракетных войск нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава и по зенитно-ракетному комплексу противника. Всего за сутки на передовой произошло 53 боевых столкновения. Так, на Донецком направлении украинские спецназовцы уничтожили два танка РФ и ликвидировали группу оккупантов. На Восточном пять танков и семь бронемашин. А десантно-штурмовые войска опубликовали кадры неудачных штурмов армии РФ на Авдеевском направлении. За последние несколько дней бойцы 25-й бригады сожгли более ста единиц российской техники в районе села Тоненькое. Стараемся мы их встречать уже на подступах, то есть чтобы остановить как можно раньше. И чтобы враг не смог приблизиться к нашим линиям, к нашей пехоте. Наши глаза постоянно в небе. Это пилоты Мавиков, других дронов, если погода позволяет, конечно. Они в небе следят за врагом и своевременно сообщают нам о выдвижении противника. То есть мы постоянно работаем во взаимодействии с пилотами и с другими подразделениями. Тем временем Министерство цифровой трансформации сообщило о передаче на фронт очередной партии роботизированных платформ «Шабля». «Шабля» — это уникальная разработка от команды украинских инженеров. Она дистанционно уничтожает врага. Дистанционно означает сохраненные жизни наших защитников. Окупанты называют модуль «Шабля» косой смерти. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. В Телеграм. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 450 тысяч человек. За сутки были ликвидированы 810 военных, уничтожены 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян. Россия представляет хроническую угрозу для мира. И дальнейшая помощь Украине в отражении военной агрессии имеет решающее значение. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Коволи. По его словам, российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент полномасштабного вторжения в Украину. И это доказывает, что диктатор Путин не собирается прекращать агрессию. В ближайшие годы Россия сможет увеличить количество призывников на 2 миллиона. Она на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте. Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине и представляет хроническую угрозу для стран Запада. Кристофер Коволи, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США. В середине июня в Швейцарии пройдет двухдневная конференция высокого уровня, где обсудят, как остановить российскую агрессию. Основные задачи участников саммита – найти пути реализации украинской формулы мира и разработать дорожную карту для привлечения России к процессу прекращения войны. Главная проблема заключается в том, что Путину не доверяет ни Украина, ни ее союзники. Подробнее в сюжете моих коллег. Единственное, что понимает Путин – это сила, заявил президент Финляндии Александр Ступ в интервью CNN. Он уверен, переговоры между Украиной и Россией пока невозможные. Я много лет участвовал в мирном посредничестве. И, конечно, когда вы выступаете посредником, все начинается с диалога. А после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в данном конкретном случае холодная правда заключается в том, что единственный способ достичь мира – это поле боя. Александр Ступ, президент Финляндии, в интервью CNN. России нельзя доверять в том, что касается мирных переговоров, убежден заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанне. Москва использует перемирие, чтобы восстановить силы, но от своих планов не откажется. Именно поэтому, по словам Джоанне, так важно, чтобы Украина приближалась к вступлению в НАТО и в Евросоюз. Даже если они со временем начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Мы пренебрегали обороной, потому что верили, все мы верили, что живем в более спокойном мире, а теперь жестоко просыпаемся в новой реальности. Мирча Джоанне – заместитель генерального секретаря НАТО в интервью LBC. Когда эти угрозы стали носить абсолютно реальный характер, про это говорят и иностранные разведки, и аналитические центры типа Института изучения войны. Они смотрят на неадекватное абсолютно поведение российских войск в Украине, на огромный факт нарушения международного права, факты геноцида. Конечно же, они понимают, что с таким диктатором-людоедом все их договоренности, даже гипотетически, не будут строить ничего. Более того, если пронозировать ситуацию еще более глубоко, так я думаю, никто не вспомнит ни одно международное соглашение, которое в полной мере российской страной было выполнено. Франция не намерена поддерживать диалог с Москвой. После переговоров по телефону министра обороны Франции Себастьяна Лекарню и министра обороны России Сергея Шойгу в российском Минобороны заявили, что во время разговора, цитирую, была отмечена готовность к диалогу по Украине. В сообщении также сказано, что отправной точкой могли бы стать переговоры в Турции. В правительстве Франции это сообщение назвали ложью. Москва исказила содержание разговора. В настоящее время не в наших интересах проводить дискуссии с российскими чиновниками, ввиду того, что пресс-релизы и отчеты, которые они подают, это ложь. Стефан Сежурне, министр иностранных дел Франции, в интервью РФИА и Франц-24. Путину доверять нельзя, уверен президент Украины. В интервью Бильд Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Дональда Трампа по поводу плана окончания войны России против Украины. Если речь идет о том, что мы просто должны отдать свои территории, то это очень примитивная идея, отметил он. Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая мысль, а настоящая. Речь идет о человеческих жизнях. Мы не можем шутить и не можем рисковать. Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать. Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью Бильд. Глобальный саммит мира в средине июня в Швейцарии соберет лидеров стран-участниц украинской формулы мира. Цель конференции – создание условий для достижения продолжительного мира в Украине, а также выработка конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе, говорится в заявлении правительствий Швейцарии, сообщает Reuters. На севере Казахстана из-за наводнения объявили эвакуацию. Река Жабай вышла из берегов, уровень воды продолжает повышаться, сообщает Associated Press. Затоплено уже более 3,5 тысяч зданий. 7 тысяч человек переселили в центре временного размещения по всей стране. Напомню, что схожая ситуация и в России. Там наводнение началось на прошлой неделе. Из-за прорыва дамбы в Ворске наиболее пострадала Оренбургская область. Уровень воды в реке Урал достиг почти 11 метров, и это рекордный максимум за всю историю наблюдений. Российский автоваз затаил обиду на Китай. Цена на импортные машины приемлема для россиян, а качество значительно лучше. По данным автостата, в конце прошлого года доля приобретенных авто из КНР превысила 60%. Около трети рынка занял автоваз, а прочее пришлось на другие российские бренды, оставшиеся на складах после ухода западных марок. Теперь автоваз заявляет, что Китай может обвалить производство отечественных авто. После начала агрессивной войны России против Украины и последовавших санкций, из России ушло большинство зарубежных автопроизводителей. Рынок заполнила продукция Китая. За прошлый год китайские компании продали там минимум 5 раз больше автомобилей в сравнении с 2022-м. По данным автостата, каждый второй проданный в стране автомобиль был китайским. Подобная конкуренция не пришлась по вкусу монопольному российскому автоконцерну «Автоваз». Как гром среди ясного неба, они выпустили заявление о результатах «Лады» по первому кварталу вот у себя на сайте и процитировали там главу «Автоваза», который прям набросился в таких выражениях на Китай, как у нас не принято. Он говорит, они проводят агрессивную ценовую политику и, внимание, самое главное, не заинтересованы в локализации производства. Простыми словами, Китай не заинтересован в строительстве заводов в России, а лишь продает там свою продукцию. В докладе «Автоваза» сказано, что из-за китайской экспансии и снижения спроса на российский автопром объемы отечественного автопроизводства могут упасть до 50%. На самом деле, что касается конкуренции, конечно, «Автоваз», ну, сложно назвать это конкуренцией, потому что «Автоваз» такого качества не может обеспечить, и его ниша – это только в бюджетном сегменте, где Китай дешевые машины, как мы говорили, к нам поставлять не собирается, и это невыгодно. «Автоваз» предлагает решить проблему увеличением утилизационного сбора для производителей из Китая, иначе из-за сокращения спроса российским заводам придется перейти на односменный режим работы. По словам экономиста, российский автомобильный концерн избрал тактику шантажа. Как вот это вот неэффективное постсоветское производство, как оно всегда себе выбивало рыночные ниши? Оно шантажировало, как кто-то шутил, что «Автоваз» – это не бизнес по производству автомобилей, это бизнес по шантажу правительства рабочими местами. Типа, если вы не создадите нам тепличные протекционистские условия, не закроете границу там, то мы разоримся, и у вас 2 миллиона человек окажется на улице. Как это заявление Соколова переводится на русский язык? Чтобы нам увеличить долю рынка, надо закрывать его от китайцев и разрешать нам продавать дороже. В общем, по итогам прошлого года внутреннее производство автомобилей в РФ составило 537 тысяч. Если сравнивать с первым годом полномасштабной войны, объем выпуска вырос. Но вот по сравнению с 2021-м Росстат зафиксировал обвал на 60%. При этом Китай не видит выгоды во вложениях в развитие российского производства. Ему необходимо избавляться от излишков собственной продукции. Япония усиливает поддержку Украины. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио рассматривает войну как собственную проблему и готов продолжать жесткие санкции против России. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По словам Кисиды, РФ ни в коем случае нельзя дать победить, потому что это грозит глобальными изменениями в мировой архитектуре безопасности. Каждая страна должна рассматривать кремлевскую агрессию против Украины как личный вызов. Также Кисида призвал не прекращать поддержку Киева и пообещал обратиться с таким же посылом к Конгрессу США. Что касается агрессии Российской Федерации против Украины, если исходить из признания того, что сегодняшняя ситуация в Украине может завтра повториться в Восточной Азии, и если воспринимать этот вопрос как нашу собственную проблему для Японии, я выразил решимость продолжать строгие санкции против России, а также непоколебимую поддержку Украины. Третья посевная в условиях полномасштабной войны. На юге Украины сельхозтехника вышла в поля. Сеют различные культуры, в том числе и на правом берегу Херсонской области. Там фермеры работают под регулярными российскими обстрелами и с риском подорваться на мине. С какими еще вызовами столкнулись местные аграрии, расскажем далее. На этих полях, несмотря на близость фронта, кипит работа. Фермеры вышли на посевную. Аграрии сеют под Херсоном масленичный лен. Говорят, вышли на поля, несмотря на риск обстрелов. Да и российские разведывательные дроны постоянно в небе. В прошлом году мы не работали. Мы только после деоккупации правобережной Херсонской области зашли и начали возобновлять остатки сельскохозяйственной техники. В поля не заходили, потому что боялись минирования. Это было опасно. Перед тем, как возобновить работу, поля пришлось очищать от взрывоопасных предметов. Остатки боеприпасов вывозили, а те, что не разорвались, на месте ликвидировали саперы. Но даже после полной проверки территории избежать несчастных случаев не удалось. Наши трактор с сейлкой наткнулись на кассетный боеприпас, не разорвавшийся. Произошел взрыв. К счастью, все живы. Тракторист не пострадал. Немного повреждена техника. Но это железо, это не страшно. До полномасштабного вторжения на предприятии Андрея работало 30 человек. Сейчас вдвое меньше. На данный момент пятеро из них воюют. Десять поменяли место жительства, выехали в более безопасные регионы. Сейчас 10-15 человек работает. Вот мы видим последствия русского мира. Это склады нашего предприятия, которые были разрушены. На территории нашей базы не осталось ни одного целого здания. Разрушено абсолютно все. Российские войска захватили Херсонскую область в первые дни полномасштабного вторжения. Через неделю пришли на предприятие фермера. Сначала искали украинских военных, затем начали наводить свои порядки. Здесь сразу же и обустроили свою базу. На начале марта, когда мы пытались приехать сюда на территорию хозяйства, попали в засаду россиян. Они начали расстреливать наше авто. Я получил два пулевых ранения. Одно в руку, второе в шею. Потом где-то месяц я провел в больнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова